Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и мы продолжаем. Давайте вот отвлечемся на какой-то момент от Украины. Понятно, что сегодня, как и всегда, мы следим за теми событиями, которые происходят в зоне проведения специальной военной операции, реагируем и на те вызовы, которые сейчас, так скажем, нам бросает НАТО коллективно. Но нужно говорить и о наших достижениях, и в том числе и невоенных. Это очень важно. Поговорим о российских достижениях, которые, по сути, вот из-за всей этой новостной повестки, может быть, даже практически остались незамеченными. Они на самом деле, как говорят специалисты, настолько важны, что их обязательно нужно обсудить. На Урале, на Белоярской АЭС был выведен на номинальный уровень мощности с полной загрузкой, инновационным МОКС-топливом. Чуть позже мы будем объяснять вам, что это такое, реактор БН-800. А это, как мы поняли, и во всяком случае из того, что мы прочитали у экспертов, это фактически вечные ядерные реакторы. Мимо такой темы мы пройти не могли, потому что как это вообще возможно? Ведь это такое ноу-хау, да, новое слово в ядерных реакторах. И пригласили специального человека, который нам все объяснит. В нашей студии советник генерального директора опытного конструкторского бюро машиностроения имени Африкантова. Аплодисменты потопленному циклу быстрых реакторов Борис Васильев. Приглашаем в кресло главного героя. Для начала покажем небольшой ролик об этом достижении. И будем говорить. Эксплуатация реакторов на быстрых нейтронах обеспечит реализацию стратегии развития ядерной энергетики России в части создания двухкомпонентной энергетической системы на базе технологий водо-водяных энергетических реакторов и реакторов на быстрых нейтронах и переход на новую технологическую платформу. ОКБМ Африкантов имеет успешный опыт проектирования реакторов на быстрых нейтронах с 1960 года. Ключевой установкой, демонстрирующей достигнутые результаты и возможности дальнейшего усовершенствования реакторов на быстрых нейтронах, является БН-600, которая уже на протяжении 40 лет успешно работает на третьем блоке Белоярской АЭС. БН-800 – самый мощный в мире действующий энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Высококвалифицированный конструкторский коллектив и собственный производственный комплекс позволили ОКБМ осуществить проектирование реакторной установки и обеспечить изготовление и поставку оборудования БН-800 при сооружении 4-го энергоблока Белоярской АЭС. Развитием технологии БН является разработка коммерческого проекта БН-1200, который оптимально сочетает референтные и новые технические решения и обладает высоким уровнем безопасности. Реализация технологии БН обеспечит создание конкурентноспособных АЭС с высоким уровнем безопасности, создание структуры замкнутого топливного цикла в промышленном масштабе, снижение объемов радиоактивных отходов. Принятые технические решения по конструкции реакторных установок, использование пассивных систем безопасности и свойств внутренней самозащищенности, присущих быстрым реакторам с натриевым теплоносителем, позволяют обеспечить такой уровень безопасности, который исключает необходимость эвакуации населения при любых технически возможных авариях. Павел Александрович, если максимально простым языком, максимально доступным, в чем уникальность проекта БН-800? Расскажите, пожалуйста. Давайте начнем с расшифровки. БН – это означает быстрый натриевый. Ну, быстрый – это быстрый натриевый реактор. Быстрый – это упрощенное название. На самом деле реактор на быстрых нейтронах. Натриевый – это означает реактор с натриевым теплоносителем. То есть активная зона, в которой расположено ядерное топливо, охлаждается расплавленным натрием. Это уникальный теплоноситель в том смысле, что применение его еще пока не широкое. Подавляющее большинство реакторов, которые эксплуатируются и в нашей стране, и в мире, в качестве теплоносителя используют воду. В них в качестве теплоносителя используется вода. Вода замедляет нейтроны. То есть в связи с тем, что в ней есть легкий атом – водород, столкновение нейтрона, которое рождается при делении урана или плутония с ядром водорода, приводит к существенному снижению его энергии. И в результате вместо исходных нескольких десятых мегаэлектронов вольт нейтроны в реакторе становятся на уровне, по энергии на уровне одного электронного вольта. В общем-то даже и ниже. Так что они входят в равновесие со средой по движению атомов. И поэтому называются еще и тепловыми. И, соответственно, и реакторы эти называются тепловыми реакторами. Опять-таки, если точно, корректно, то реактором тепловых нейтронов. Почему вечный? Давайте не сразу. Как скажешь? Значит, применение натрия в качестве теплоносителя было определено… Этот теплоноситель, понятно, не замедляет нейтроны. Было определено при выборе его начальной стадии развития атомных ядерных реакторов. Точнее, быстрых реакторов. Начальные работы проводились в физико-энергетическом институте в Обнинске. И известный советский физик Лейпунский предложил натрий. И в настоящее время только этот теплоноситель используется в созданных быстрых реакторах. А их всего 20 в мире. Из них 5 в России, 4 было создано в Советском Союзе. А 5 в 2016 году был пущен БН-800. Уникальность проекта БН-800 по отношению к уже озвученному здесь, в нашей вставочке КБНовской, реактору БН-600 заключается в том, что этот реактор уже более совершенный по техническим решениям. Он более безопасен, он соответствует поколению 3, плюс по уровню безопасности. Это один из первых реакторов такого типа. Этот реактор полностью построен на российских технологиях. Все оборудование его изготовлено на заводах России. Так же, в общем-то, как и БН-600, но БН-600 создавался в СССР, а БН-800 создавался в трудное время после 90-х годов. Ну а самое главное преимущество реактора БН-800, особенностью реактора БН-800 по сравнению с реактором БН-600 является то, что БН-800 работает на уран-плутонийном топливе, МОКС-топливе, а БН-600 работает так же, как и тепловые реакторы на урановом топливе. Вот по поводу замкнутого цикла хотелось бы понять, в чем его преимущество. Уран-плутонийный топлива означает переход на замкнутый топливный цикл. Ну, немножко о расшифровке МОКС, как это обычно называют, МИКС-оксайд, то есть смешанный диоксид урана и плутония. Вот что это такое. Ну и теперь дальше вот о собственном замыкании ядерного топливного цикла. Зачем нужно использовать уран-плутонию и топливо? Ну, в общем-то, известно со школьных учебников, со школьного курса, что природный уран... Ну, есть в этой студии, я не на себя показываю, те, кто прогуливал эти уроки, поэтому не всем. Известно, что природный уран состоит из двух изотопов. Это немного уран-235, 0,7%, и далее 99,3% уран-238. Так вот, уран-235 хорошо делится, и только этот реактор используется эффективно в реакторах на тепловых нейтронах, ну и, соответственно, эффективность отдачи, энергодачи от урана всего 70%. А есть другая возможность. Уран-238 делится, ну, плохо, так скажем, но зато при захвате нейтронов образуется плутония. А плутония так же хорош, как и уран-235. То есть, если облучить ядерное топливо, или, точнее, оно само по себе облучается в процессе работы, то и потом переработать это рабочее топливо, выделить плутоний и повторно его использовать, то понятно, что ресурсная база возможностей для атомной энергетики будет возрастать. Масштаб этого возрастания зависит от так называемого коэффициента воспроизводства плутония в реакторе. Вот в реакторах на быстрых нейтронах этот коэффициент воспроизводства может быть даже больше единицы, и тогда полезно можно использовать весь природный уран. В реакторах на тепловых нейтронах, в объединенных, коэффициент воспроизводства низкий, и даже при попытке сделать плутонию топлива можно использовать полезно всего 1%, вместо 70%. Это, значит, несущественно. Тем не менее, эта технология, технология замыкания ядерного топлива цикла уже начинает отрабатываться на тепловых реакторах, то есть это происходит во Франции. Это, может быть, не столько экономическим, сколько политическим причинам для решения проблем как бы экологии, хотя она на 100% естественно этим не решается, но такая работа уже начата. А по быстрым реакторам во Франции тоже такие работы ранее выполнялись, но они там установились, и сейчас только в России идет такое производство. Наша уникальная технология. А уникальность, повторюсь еще раз, заключается в том, что этот современный проект, который удовлетворяет тем требованиям по безопасности, которые я сказал, и является реактором для работы с замкнутым ядерным топливным циклом. Борис Анатольевич, прошу прощения, буквально за 3 минуты до программы я там дочитывал что-то, готовился, зачеркивал, дописывал. Ко мне подбежал, именно подбежал один из наших гостей, говорит, Коля, я в этой теме разбираюсь, я там работал, задай мне вопрос. И я ему кричу, Александр, какой вопрос, в какой теме, где вы работали, а он уже убежал. Вот куда убежал, с краю, сел на задней партии. Я работал в Росэнергоатоме, вот как и Африкантово, входит в систему Росатома. Я был на блоках и БН-600, и БН-800, и, как выяснилось, мы вместе с Борисом Александровичем были в 2015 году на физпуске реактора БН-800. Физпуск — это когда идет загрузка топлива, то есть это еще не энергопуск, это физпуск. Что я хочу сказать, основное в запуске этих быстрых реакторов, то есть исходным сырьем для них служит отработанное топливо с реакторах на медленных нейтронах, то есть типа ВВР и вот эти РБМК. Вот из-за этого идет замыкание топлива. То есть проблема отходов ядерных решается как такова, и плюс она решается в эффективном ключе. Отходы становятся топливом. Да, их можно использовать. Ну, понимаете, нельзя, ну, в каком-то смысле да, но нельзя говорить о том, что это вечный двигатель, это слишком просто. Ну, это мы любим при уплате. Нет, ну, получается, смотрите, отходы есть, их не надо закапывать. То есть смысл-то такой, что есть сырье для изготовления ядерного топлива, это природный уран, и вопрос об эффективнее его использовании. А этот вопрос очень важный, потому что запасы урана не столь велики на планете, и если даже не сильно расширять существующую атомную энергетику в мире, то этих запасов хватит, ну, примерно только на сто лет. На сто лет? Да, да. Вот только это. И поэтому без реализации замкнутого топливного цикла, причем именно с быстрыми реакторами, то есть так, чтобы взять максимум от природного урана, только при этом условии можно говорить о развитии долгосрочных и больших масштабов атомной энергетики. Василий. Вопрос, Борис Иванович. У меня, как у человека военного, чистый оборонный интерес. Как это можно использовать, к примеру, на наших ядерных подводных лодках, в том числе стратегических? Насколько известно, вот сейчас американцы заложили атомный стратег «Колумбия», и там предполагается, что реактор без перезарядки будет работать более 40 лет. Это мало связанные вопросы, потому что, естественно, что для таких установок плутоний использоваться не будет. Почему? В общем-то, нет какого-то особого смысла. Реже идет расширение ресурсной базы, а у плутония есть еще такая особенность. Это радиоактивный элемент, причем ярко выраженный радиоактивностью. Изготовление топлива на его основе сопряжено с трудностями. Это происходит в дистанционных условиях, в отличие от изготовления уранового топлива. В этом смысле оно может быть более дорогим. То есть, хотя у урана есть своя, урановое топливо, есть свои основания для повышения, так скажем, стоимости. Это его обогащение, которое необходимо. Но плутоний также имеет свои особенности в части изготовления. Можно еще вопрос? У меня тоже один короткий вопрос. Выслав, будет вопрос. Необделим. Один вопрос. Сейчас весь западный мир помешан буквально на водородной энергетике. Ее представляет как энергетику будущего, водород. Вот этот зеленый водород, желтый, синий, разных оттенков. Давайте всю радугу не перечислять сразу. Да, да. Как вы себе можете отделить? Это у нас просто идет энергетика по своему пути, или это два разных пути, которые никак не соприкасаются, и мы также будем использовать водородную энергетику? Давайте так коротко об этом. Водородная энергетика – это энергетика по виду используемого горючего материала, так скажем, а не с точки зрения ее ресурсного обеспечения. То есть не с точки зрения ресурсного обеспечения энергетики она работает, это водородная энергетика. Водород-то надо как-то получить. То есть в том числе его можно получить и путем создания определенного технологического цикла на атомной станции, на высокотемпературном газовом реакторе. То есть одно другое поддерживает? То есть водород – это продукт, который может получиться с использованием ядерных, в том числе с использованием ядерных реакций. Но для него много и других вариантов получения. Владислав. У меня короткий вопрос, извините. Так, извините, пожалуйста, если у нас программа уграничена по времени, то есть… Есть еще что сказать. У вас были заданы вопросы, да? Те, которые, мне кажется, мы можем не ответить, они… Ну давайте, пожалуйста, мы отдаем вам карт-бланш. Ну они у вас… Да, карт-бланш, в этом смысле? У вас они где-то написаны? Займет ли атомная энергетика определяющее место в структуре энергетики, если будет реализован замкнутый ядерный топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах? Скажу честно, это мы втроем готовили этот вопрос к нашим гостям. Хорошо. Спасибо за этот вопрос, я на него, конечно, отвечу, но вы знаете, там еще один вопрос. Это не он? Ладно. Был вопрос, который вы пропустили. А вы можете говорить на самом деле именно то, что вы хотите сказать? Я говорю про тот вопрос, который вы пропустили, потому что он важен, он связан с замыканием ядерного топлива, с цикла. Это вопрос о радиоактивных отходах. Могут ли быстрый реактор решить проблему накопления радиоактивных отходов? А я задавал его, кстати. Ну ладно. Значит… У нас все сохранится в видеозаписи. А вы почему никак не… Так что, можете или не можете? Так вот, я здесь вот что должен сказать. Ядерная энергетика, она вообще, как и любое промышленное производство, опасна тем чем-то. Ядерная энергетика опасна, скажем так, в двух аспектах. Одна опасность исходит от… может исходить от эксплуатации атомных станций. Это известная авария, например, очень широко известная Чернобыльская и Фукусимская. А вот вторая опасность связана с радиоактивными отходами. Я коротко остановлюсь на опасности, связанной с эксплуатацией атомных станций, потому что именно это в первую очередь беспокоит население на самом деле. То есть это… и здесь я должен сказать, что эти аварии произошли по причине того, что не было должным образом отработано проекта на начальной стадии освоения атомной энергетики. Известный физик Блохинцев сказал, что ребенок не боится тигра, оценивая ситуацию с вращением с ураном на работах по освоению атомной бомбы. Действительно, тогда люди были патриоты, они где-то нарушали даже инструкции по безопасности, а сами инструкции не были совершенными. То есть рисковали с собой. Проходили аварии, были бы учения в том числе. И в какой-то мере этот подход остался и при переходе к созданию атомной энергетики. Подход в том смысле, что можно положиться на человека, человек должен сделать, человек должен решить. Однако на практике все казалось не так и заложены допущенные недостатки в конструкции, которые, казалось бы, не могли реализоваться. Однако реализовались вот на Чернобыльском аварии и, как вы знаете, он взорвался. А на АЭС Фокусима была другая ситуация. Там проектировщики, уже не конструктор, а проектировщики, не учли возможную высоту волны цунами. Причем это странно, поскольку такого рода цунами наблюдались. Волны такого типа достигали берега Японии, такого масштаба. И поэтому вот этот просчет, он тоже привел к аварии. Просчет проектировщиков. То есть волна вывела в строй систему аварийного расхолаживания, и реакторы вышли из строя с большим выходом радиоактивности из них. А как-то эту проблему решает БН-800? Нет, я о другом. Это вот просто для общего разговора на эту тему, на тему опасности. Потому что опасны ли радиоактивные отходы, это второй все-таки с точки зрения был рассмотрения обычного вопроса. То есть население о нем мало знало, и его подняли больше даже специалистов, потому что он действительно существует. Потому что возможное попадание радиоактивности в окружающую среду и далее его радиоактивность попадания в организм человека, это тоже потенциально, значит, грубо. То есть то, что хранится вот в этих ядерных могильниках, если так можно выразиться, грубо. Теперь откуда это? Борис Александрович, простите, пожалуйста, я вот для молодежи даже, они просто в курсе, они удивлены сейчас в курсе, чего они, да, насколько эта проблема для мира важна. Популярный немецкий сериал, который залетел вот на эту площадку подонков Netflix, они же сразу отрубили с началом СФО. Там всего шесть серий, это не пиар, там, значит, фабула следующая, что как раз вот эти радиоактивные отходы каким-то образом протекли, создали ситуацию разрыва пространства-времени. Тут на предыдущем предложении наука заканчивается, порвалось пространство-время и дальше завязывается весь сюжет. На всякий случай это просто на каких масштабах мира эта проблема существует. Простите, продолжайте. Хорошо. Так вот, если говорить об опасности эксплуатации атомных станций, то уже можно сказать, что на всех действующих станциях такая опасность исключена. То есть, да, авария может быть, но далеко не такого масштаба. То есть, серьезную угрозу для населения не представляет уже работа атомных станций. А вот что касается радиоактивных отходов, то она, в общем-то, тоже маловероятна, эта угроза-то. Однако, работать с этим надо. И надо иметь в виду, что должно быть в конечном счете такие решения, которые бы были приняты и общественностью, и населением. Основная радиоактивность при работе атомных станций накапливается в отработшем ядерной тополе. И она двух видов, так скажем. Одна относительно короткоживущая, то есть распад идет за 100-200 лет, это продукт отделения. А вторая, долгоживущая, тысячи лет распадается радиоактивный элемент. Это, в частности, сам плутоний. То есть, если его полезно не используется, он будет радиоактивным отходом. И, кроме того, младшие ктиниды, которые идут уже при облучении плутония в ядерном топливе, которых меньше, но они тоже имеют большой период полураспода и довольно активно. И, собственно говоря, быстрые реакторы могут, ну, само собой, сжигать респлутоний эффективно. И в них не накапливаются младшие ктиниды. И они даже могут взять часть младших ктинидов, которые будут получены при переработке рабочего ядерного топлива тепловых реакторов. Борис Александрович, простите, пожалуйста, вынужден сейчас сказать словами двоечника, которого оставляют на второй год. Мы обязательно к этой теме еще вернемся. И, возможно, не раз. Спасибо вам огромное. Мы вас еще раз приглашаем в эфир, если что-то не успели наобседите рассказать. Спасибо вам огромное. На самом деле многое узнаешь, когда приходят, ну, правда, уникальные абсолютно гости. Вот спасибо еще раз и аплодисменты вам. Короткая пауза, после этого смотрите. Украина, война и мир. Как госпереворот 2014 года в Киеве привел страну к военному конфликту с Россией? И почему в США запрещают любую правдивую информацию о тех событиях? В студии открытого эфира режиссер из Лос-Анджелеса Игорь Лопатенок, соавтор знаменитого Оливера Стоуна. Ами, гоу хом. Почему на территории бывшей ГДР массово проходят антиамериканские митинги? Правда ли, что на востоке Германии назревает настоящий бунт против самоубийственной внешней политики Берлина? Почему во время протестов там развиваются российские флаги? Все подробности у Тимофея Борисова.